О сложной ситуации с уборкой улиц говорят давно. Креативные жители уже успели назвать Запорожье круглосуточным катком. Мы решили проверить улицы города. Съёмки вели и с высоты птичьего полёта. Первое, на что обращаем внимание – состояние дорог. Снег здесь убирают, причём и на второстепенных, и на главных. Центральные у нас всегда почищены, даже, можно сказать, подметены. Водители, которые бывают в других городах Украины, рассказывают, в некоторых областных центрах ситуация с чисткой дорожного полотна намного хуже. А проблема внутриквартальных дорог и тротуаров актуальна практически для всех населённых пунктов. Запорожцы о пешеходных зонах отзываются по-разному. Где-то ступать можно уверенно. Слой льда регулярно и обильно посыпают песком. Возле дома порядок всегда. Очищено, посыпано. Вера Баклюкова – социальный работник. За день обходит около 10 адресов. Говорит, состояние тротуаров везде разное. Где-то песка в избытке. Но много участков, где пешеходные зоны не посыпаны вообще. Вот тут, например, многие ступают с осторожностью. Невозможно идти. Вы что, мы как вот здесь идём на работу по рекордной. Это вообще. Идём по дороге, пусть обезжают машины. Ходим очень-очень потихоньку, потому что невозможно. Проблему состояния внутриквартальных дорог и тротуаров городской голова Запорожья Владимир Буряк поднял сегодня на заседании исполнительного комитета. Проблемы с документацией и тендерами, о которых говорят чиновники, запорожцев интересуют мало. Гораздо важнее вопрос безопасности, подчеркнул Владимир Буряк. Я считаю, правильно пишут и на сайтах, и хоть коньки одевай и катайся по тротуарам, перед тем, как дойти до транспорта, который ходит по городу Запорожья. Сегодня принято мною решение о том, что семи главам района администрации, а также профильному департаменту предоставить к концу дня объяснительные по поводу невыполнения указаний и содержания тротуаров города Запорожья в семи районах в таком состоянии. А также директору департамента по благоуству для выносения до Ганы. В прошлом году районные администрации получили финансовую независимость и дополнительные полномочия. И каждый чиновник должен нести ответственность за сложившуюся ситуацию, уверен Владимир Буряк. Я, конечно, вину с себя не снимаю, но и тем не менее я хочу, чтобы это понимали и работники райадминистрации, потому что они, прежде всего, на сегодняшний день районах хозяева, я считаю. На заседании поднимался вопрос и многочисленных обращений горожан. Городской голова отметил, те, кто будет относиться к проблемам запорожцев спустя рукава, понесут суровое наказание. Не устраивают Владимира Буряка и темпы освоения бюджетных средств. Запросы у райадминистрации большие, а показатели выполненных работ оставляют желать лучшего. Я обещаю и обещаю свои выполнение, что в районе администрации им было в 2016 году выделены деньги. Так вот, насколько они не использовали деньги, насколько будет уменьшен фонд оплаты работы по каждой райадминистрации. Выговор – это, по сути, предупреждение, акцентировал Владимир Буряк. Если же главы районов и руководители департаментов будут халатно относиться к работе и обращениям горожан, им грозит увольнение.